Да, могли перевернуть, если, в принципе, остаться. Просто твои эмоции по сегодняшнему дню, по сегодняшнему матчу, что можешь сказать? Ну, походу, походу, очень хорошие эмоции были. По всему матчу, не очень. А что не получилось додавить, чтобы сделать результат? Там, может быть, перевести игру в дополнительное время? Ну, я думаю, второй там, не знаю, таких особо серьезных моментов не было. Но все равно могли мы выжать. Если мы два забили, могли и третью. Жаль, не получилось. Не знаю, с чем это связано. Не повезло там, неудачно там. Все это сложилось, поэтому кого-то обвинять там смысла нет. Сегодня доказали то, что команды из первой лиги могут бороться с командами премьер-лиги? Конечно. Не знаю, сегодня ли это доказали, а крон такой же пример. Это недавно, буквально месяц назад было, что они не только играли, но и выигрывали. И обыгрывали. Поэтому тут нету, тут все зависит от желания, самоотдачи ребят. Поэтому пример лиги там. Буквально в прошлом матче, там после игры, там мне подходили и про какие-то скорости говорили. Я не знаю, я думаю, скорости такие, чтобы прямо отличались от первой лиги, да. Я думаю, показывать «Зенит», там, «ССК», «Спартак», когда они в хорошей форме. Так, чтобы я, ну, не знаю. Не могу не спросить. Многие игроки по вене, наверное, недовольны, назначены на финансы, говорят, что за это не ставится. Как ты видишь эту ситуацию? Я, если честно, вообще не видел. Ну, он сразу там на точку показал. Ну, думаю, раз показал, было. Просто я там, ребята подходили, там давление какое-то оказывали, там, поэтому я просто сказал, ну, не надо, пускай там два рассмотрите и разбирайтесь. Я даже не видел, я даже не пересматривал, поэтому было-не было, это уже поставили, все, матч закончился. Довольны-недовольны уже, не в свой результат, у нас свой. А что с защитником Митей успел узнать? Блин, не знаю, там после этого момента там все за голову схватились. Ну, говорят, там открытый перелом, что ли, руки, я не знаю, честно, но это, ну, жутко выглядело, как говорят. Понял, и не могу не спросить, следующая цель Родины, точнее, на следующий сезон, это призы в первой лиге? Конечно, не призы, а призы, я думаю, в первой лиге никому не важно, важно выходить. Четвертое место, третье место тоже призы, но она не дает права выступать в преми-лиге, поэтому первое, второе место и выход в преми-лигу задача, я думаю. Но в следующем сезоне будут такие жесткие конкуренты, Хинки, Торпеда, плюс Алания, которые можно наконец-то построить. Я уже четвертый год или пятый год, я не помню, честно. В первой лиге каждый год это говорят, вот там спустились, Тула и Уфа спустились. Ну, Уфа спустилась. Ну, если по-честному так смотреть на это, ну, они такие в преми-лиге уже давно побывавшие, там 5-6 лет они там участвовали и не знаю. Там свои там нюансы, в клубах все равно, но как бы там ни было, посмотрим, Торпеда, Хинки. Мы со всеми там можем играть и показали, что мы можем со всеми играть. Там проблем не будет, кто там играет. У нас свои задачи, делал свои задачи. Понял. Как тебе работа с Митропофеном, с данным тренером? Отлично. Жесткий тренер, требовательный? Не скажу, что жесткий, но требовательный, да. Все, что он хочет, он доносит со своими методами, но точно не жесткий. Любого спросить можно из ребят. Также сегодняшний матч процентов 50 за него, я думаю, ребята выкладывались. Тоже свою роль так сыграл. Спасибо большое. Да, пожалуйста.